30 сентября в 10 часов по адресу город Жердевка, улица Жукова, состоится межообластной турнир по мотокроссу, посвященный 80-летию образования Тамбовской области. Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновых, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов ЯН в торговом центре Олимп по адресу город Жердевка, улица Октябрьский, дом 65, телефон 8-964-134-30-00. Будем рады вам помочь. Теперь и в Жердевке открылся ломбард первый. Здесь вы можете оформить займ под залог ювелирных изделий, высокая оценка золота и низкий залоговый процент. Вам нужны деньги? Мы поможем! Приходите в ломбард первый по адресу Жердевка, улица Советская, дом 141. Мы рады видеть вас ежедневно. Телефон 8-800-70-07-111. 8-800-70-07-111. Уважаемые жители города, спектакли Московского театра «Мужики не танцуют стриптиз» и «Малыши Карлсон» в Центре культуры и досуга переносятся с 30 сентября на 25 октября. Телефоны для справок 5-28-92. Мы не отменяем, мы приезжаем. Городские фонтаны готовят к зимовке. И программа «Служба 020». Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами Белькова Марина. И эта рубрика «Администрация информирует». 27 сентября состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию образования Тамбовской области. Глава администрации области Александр Валерьевич Никитин и председатель Тамбовской областной думы Евгений Алексеевич Матушкин вручили государственные и областные награды лучшим людям Тамбовщины. В числе отмеченных юбилейной медалью «80 лет Тамбовской области» участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Жердевского района, отставнов Василий Николаевич. Участие в торжестве приняли глава Жердевского района Александр Иванович Епихин и глава администрации Жердевского района Александр Васильевич Быков. 28 сентября состояло заседание административной комиссии Жердевского района Тамбовской области, в ходе которого было рассмотрено 4 дела об административных правонарушениях. Материалы касались нарушения правил благоустройства населенных пунктов. В результате рассмотрения материалов было вынесено 4 постановления о назначениях наказания в виде административных штрафов и предупреждений. Акционерное общество, Центр развития, строительства и подготовки кадров совместно с Ростехнадзором в Жердевском районе провели ежегодную аттестацию ответственных за тепловое хозяйство. В администрации Жердевского района прошел бизнес-тренинг, тема обучающего мероприятия – школа предпринимательства. В рамках этой темы были рассмотрены вопросы – цифровая экономика, современные проблемы в бизнесах и другие. По окончании обучения слушателям выдано удостоверение, подтверждающее участие в тренинге. За счет средств районного бюджета продолжаются ремонтные работы Жердевского центра «Культура и досуга». А на этом у меня сегодня все. До новых встреч! В Жердевке идет подготовка к зимнему сезону. Работники службы по благоустройству города вчера спустили воду из фонтана и очистили бассейн, а параллельно обрезали розы на главной городской клумбе. Чистку фонтанов проводят дважды в год – в середине лета и осенью, перед закрытием. На это уходит два дня. В первый спустили воду и вынули из бассейна посторонние предметы. Одних еловых шишек набралась целая тачка. На второй день осталась очистка стен от налета. Специальным раствором кислоты грязные стены предстоит довести до первоначального вида. Это консцентрированная кислота, специальная для размывки бассейна. Чтобы у нас блеск был не только снаружи, но и внутри. Вот это удалить налет, который образовался. Затем мы готовим короба деревянные, у нас есть уже специальные заготовленные. Опускаем на насосы. То есть предохраняемых от механических повреждений. Ну и от осадок. В тот же день вместе с фонтаном бригада по благоустройству города навела порядок на центральной клумбе с розами. Работники под руководством Юрия Комова следят за состоянием главных городских роз постоянно на протяжении всего года. Когда бассейн сливался, мы занимались розами. Вы посмотрите, вот этот вот наш прекрасный розарий, которым любуются не только жители города, но и гости, они в восхищении. Но они, конечно, многие не знают или догадываются, сколько трудов он стоит. Мы его постоянно, особенно в жаркую погоду, поливаем, опалываем, пропалываем. Короче говоря, постоянный уход. В данный момент вот мы обрезали. Теперь вот на той неделе будем окапывать, то есть закрывать, предохранять розы от вымерзания. И сверху будем присыпать опилками. То есть на тот год он зацветет еще ярче и будет доставлять удовольствие всем без исключения. Уважаемые жители Жердевского района, прослушайте сводку происшествий за минувшую неделю. 30 августа в дежурную часть поступило сообщение от жительницы города Жердевка о том, что неизвестный, свободным доступом из сарая, расположенный на территории домовладения, похитил 20 кур. По данному факту проводится проверка. 1 сентября в дежурную часть сообщения обратилась жительница города Жердевка о том, что у нее во время празднования дня рождения неизвестный, свободным доступом из сумочки, похитил кошелек с деньгами в сумме 5000 рублей, которая находилась в гостях. В ходе проведенных мероприятий лицо, совершившее преступление, установлено. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 3 сентября 2017 года в дежурную часть поступило письменное заявление от жительницы города Жердевка о том, что 1 сентября 2017 года в доме житель Жердевского района подверг ее избиение и изнасиловал. Материал проверки находится в Следственном комитете Жердевского района. 4 сентября в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника ДПС ОМВД о том, что на пятом километре автодороги Жердевка-Токаревка был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением жителя Токаревского района, у которого под водительским сидением обнаружен предмет, похожий на пистолет, калибра 5,6 мм. А также в автомобиле обнаружено 23 патрона вышеуказанного калибра. По данному факту проводится проверка. 5 сентября в дежурную часть ОМВД России по Жердевскому району поступило сообщение от жительницы города Жердевка о том, что неизвестный из подъезда дома, расположенного по адресу города Жердевка, улица Чкалова, похитил оставленный без присмотра велосипед «Стелс» черно-красного цвета, принадлежащий заявительнице. Входная дверь в подъезд домофоном не оборудована, видеонаблюдения на прилегающей территории отсутствуют. По данному факту возбуждено уголовное дело, лицо, совершившее преступление, установлено. 10 сентября в дежурную часть ОМВД России по Жердевскому району поступило сообщение от жительницы города Жердевка о том, что неизвестный из подъезда дома похитил оставленный без присмотра велосипед марки «Стелс». Входная дверь в подъезд с заборным устройством не оборудована, видеонаблюдения на территории отсутствует. По данному факту возбуждено уголовное дело, лицо, совершившее преступление, установлено. 10 сентября в дежурную часть ОМВД России по Жердевскому району поступило сообщение от жительницы города Жердевка о том, что на улице Кировской, центрального рынка, неизвестной свободным доступом из сумочки, принадлежащей заявительнице, похитил денежные средства в размере 13 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Сведения о лицах, совершивших преступление, а также информацию о готовящемся или совершенном преступлении или правонарушении вы можете сообщить в ОМВД России по Жердевскому району по телефону 02, либо по телефону 522-53. Уважаемые родители, напоминаем вам об ответственности за поведение несовершеннолетних детей. Будьте в курсе о том, какие фильмы, сайты смотрит ваш ребенок. Не позволяйте им просматривать видеопродукцию с возрастным ограничением 18+. Это может нарушить их психику и привести к неадекватному поведению. В завершении выпуска вашему вниманию предлагается прогноз погоды на выходные. В субботу возможен дождь. Температура днем плюс 11, ночью плюс 6. В воскресенье также облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 10, ночью плюс 4. На этом я благодарю вас за внимание и желаю приятных выходных. Всего доброго! Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновых, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов «Ян» в торговом центре «Олимп». По адресу город Жердевка, улица Октябрьский, дом 65, телефон 8-964-134-30-00. Будем рады вам помочь! Теперь и в Жердевке открылся ломбард «Первый». Здесь вы можете оформить займ под залог ювелирных изделий, высокая оценка золота и низкий залоговый процент. Вам нужны деньги? Мы поможем! Приходите в ломбард «Первый» по адресу Жердевка, улица Советская, дом 141. Мы рады видеть вас ежедневно! Телефон 8-800-70-07-111. 8-800-70-07-111.